ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ БУКВАЕТ Сима, ты что такая грустная? В буфете тетя Зоя нарезала бутерброды с сыром. Я так люблю сыр, но мне его не видать. Ни одна буфетчица не станет угощать мышь, пусть даже такую умную библиотечную мышку, как я. Бедная я, бедная. Ну, не расстраивайся. Я постараюсь тебе помочь. Жди меня здесь и никуда не уходи. Я скоро. Эх, ничего у него не выйдет. Я так и останусь без сыра. Пей. Сима, не будешь ли ты так любезно раздеть со мной вот этот чудесный бутерброд с сыром? Пей, Остап, как тебе удалось стащить бутерброд? Глупышка Сима, воровать нехорошо. Когда тебе чего-нибудь очень хочется, нужно вежливо попросить. А с нашей тетей Зоей еще и прорывить галантерейное обхождение. Пей, Остап, ты что, сыр с плесенью объелся? Какое еще галантерейное обхождение? Ты что, шпильками нашу тетю Зою, что ли, колол? Шпильки, глупышка, Сима, тут ни при чем. Ты путаешь слово галантере, которое означает магазин, в котором и правда продаются всякие полезности, мелочи, ленты и шпильки, галстуки, нитки, перчатки. И выражение галантерейное обхождение. Впрочем, оно и правда связано со словом галантерея, но не так, как ты думаешь. И как же оно связано? В русский язык слово галантерея пришло из немецкого в эпоху Петра Первого, а в немецком оно, в свою очередь, появилось из французского, в котором слово галантере означает как раз обходить. Остап, я совсем запуталась. Если галантерея это почти то же самое, что обходительность, то при чем тут перчатки и шпильки? При том, что они как раз и нужны в качестве подарков при галантерейном обхождении. И где ты взял перчатки? Перчатки? Ну, какие еще перчатки? Ну, ты же при галантерейном обхождении должен был подарить тете Золю что-нибудь из галантереи. Например, перчатки. Вот я и спрашиваю, где ты их взял? Сима, ты совсем глупышка. Галантерейное обхождение далеко не всегда подразумевает подарки. Я просто прыгнул тете Зое на колени и спел песню. Иными словами, я повел себя галантно.